На наших с вами глазах идет война. Война страшная. Вот Путин привел цифры, да? Он назвал цифру в пять тысяч погибших. Во время уже сейчас конфликта между Карабахом и Азербайджаном. А вообще, что это за конфликт? Вы хоть на минуту задумывались? Что такое вот эти цифры пять тысяч человек погибших? Население, я много раз говорил, Армении два миллиона, Азербайджана десять, двенадцать миллионов. Это в двенадцать раз меньше, чем в России. Вот умножьте вот эти совместные потери на двенадцать. Вы поймете, какая была бы пропорция, если бы это происходило в России. Это страшные потери. Поэтому Путин их сравнил с потерями Советского Союза в Афганской войне. Притом там было несколько лет. Почти десять лет. Здесь четвертая неделя. Три недели прошло. Это война, где так просто уже ничего не решить. Ясно, что азербайджанская сторона ничего не хочет слышать. У азербайджанской страны есть погибшие, среди погибших, маленький мальчик, ну там. Есть и маленькие дети совсем, есть и подросток с паспортом России, погибший в Гянже. Сегодня все азербайджанские сайты, и вчера об этом пишут. Наше посольство выразило свое соболезное. Большое количество погибших мирных жителей со стороны, естественно, и Степанакерта, со стороны Карабаха. Они не так активны в публичном пространстве. Но, конечно, этот жуткий расстрел двух пленных карабахцев, о чем там BBC говорит, что нет ни малейшего сомнения, что это не фейка. Один из которых старик. Это показывает, что это война, которая давно уже перешла за грань вооруженного конфликта на границе. Это война, где есть с одной и с другой стороны колоссальные потери, в том числе и среди мирных жителей. Это война, которая должна была решить проблему беженцев для Азербайджана, но она порождает все равно проблему беженцев, но теперь уже и для армян. Притом, совершенно очевидно, неважно, как вы относитесь, но задать вопрос, где интересы России. Вот, значит, поехали в Америку и представители Армении, и представители Азербайджана. И началось. Значит, посмотрите, что заявил Трамп. У нас хорошее отношение с Арменией, мы обсуждаем это. Я же не слышу его абсолютно. Как вы хотите, чтобы я переводил, если у меня звук заглушается? Он говорит, что в Америке большое количество людей из Армении, что мы поможем Армении, и мы Армении будем помогать, и Армении. Как на это ответил Азербайджан? Ну, может быть, это случайно цапало по времени, но стали утюжить Степанакерта. Сегодня, да, при том, заметьте, это война, которая вообще молчание. Все вывешивают дикое количество видео, но никто не может их верифицировать. Если посмотреть количество техники, которая ничтожена, то ощущение, что ее уже больше нет. Но есть же интересы Российской Федерации. То, как сейчас себя ведет Алиев, понятно, что он слушает уже не Путина, а Эрдогана. Он постоянно слушает Эрдогана. И Эрдоган впрямую говорит, что Турция должна принимать участие в переговорах по Карабаху. Он говорит это несколько раз. Эрдоган чувствует, что ему вообще можно все. Вот просто все. Притом он говорит очень важный момент, Эрдоган. Я верю в то, что насколько Россия планирует находиться там ради решений и ради мира, настолько Турция, как и Россия, имеет право находиться тут ради установления мира. Вы знаете, что Турция является частью минской группы. Однако тройка не смогли найти решение. Азербайджан справедливо говорит, если Армения предлагает Россию, тогда мы предлагаем Турцию. Если честно, я не думаю, чтобы Россия была против этого. Мне об этом ни разу не докладывали. Если кто-то говорит об обратном, они лишь указаны на свое отношение к этому вопросу. Мы решим этот вопрос так же совместно, как решали вопросы в Сирии. Но это значит, что Эрдоган нам заявляет, что Алиев и Азербайджан выбрали не Россию, а выбрали Турцию? А это уже, извините, серьезно. То есть тогда все те здесь, которые обслуживают интересы властей Азербайджана, в том числе и в информационном поле, они представляют чьи интересы? То есть они тогда, за ними уже встает тень Эрдогана, который абсолютно себя чувствует султаном и делает все, что считает нужным? Или они не способны это понять? Или это так сложно? У нас прекрасное отношение с Азербайджаном, о чем говорил Путин. Но куда толкает Эрдоган Алиева? Он пытается под себя подмять Азербайджан. То есть получается, против двух миллионов армян и 170, ну пусть 200 тысяч карабахцев, 2200, будут воевать совместно две страны. Одна из них 10 миллионов, а другая почти 80, там 80 с лишним. То есть 90 миллионов против двух и двух. Интересное кино. Интересное кино. Притом, напомню, что на территории Азербайджана у нас военные базы нет и военных объектов нет. А на территории Армении у нас военные базы. И хочу напомнить, что именно Армения является союзником России. И хочу напомнить, что появление Турции, отсылая вас к высказыванию Путина на Валдайском форуме, это сразу поднимает тень. Не случайно же Путин упомянул и слово «этнический конфликт», и упомянул трагедию 1915 года. И нам на полном серьезе Эрдоган говорит, что у него такие же права находиться... Он что, был частью Советского Союза? Или Турция забыла, что своим существованием она во многом обязана Ленину и большевикам? Ну, конечно, это все очень быстро забывается. Сегодня, кстати, совершенно случайно, вдруг как так получилось. С одной стороны, Эрдоган такие громкие заявления делает, очень жесткие. Вот он посоветовал Макрону лечить психическое здоровье. Как результат, посол Франции был отозван из Турции для консультации. Лечить здоровье, ясно? Что не так у Макрона со славой мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, это, в первую очередь, потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики, сказал Эрдоган. Ничего так, да? Это ответ на фразу Макрона, что нужно создать вместе с Советом Мусульман Франции организацию, которая позволит создать просвещенный ислам в стране. Нужно освободить ислам во Франции от иностранного влияния, усилить контроль за финансированием мечети, сказал французский президент. Вообще, конечно, любопытно. Эрдоган себя ведет так, что невольно принуждает христианские народы опять к тому, чтобы обратиться к России с просьбой о выживании. Вот видите, мне приходят там всякие сообщения, в том числе от азербайджанцев, которые начинают кричать, что Карабах – это Азербайджан. Почему? На какой год? Это фраза Карабах – это Азербайджан. На какой год? Автономная область, понимаю, в составе азербайджанская церковь была, без сомнения. Во времена советской власти, как раз тогда, когда власть переходила из рук в руки в конечном итоге, а если отмотать историю чуть-чуть дальше вглубь, Карабах разве вступал в Азербайджан? Карабах и в Армении не вступал. Карабахское канство в Российскую империю вошло. В Российскую империю в начале XIX века. В Российскую империю. Не в Армению, не в Азербайджан. В Российскую империю. И вот вглубь веков, как идем, на горный Карабах, а не область. Вот там армяне, 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 армяне. И можно сколько угодно говорить про албанский язык, и что армяне пришли. Это все сказки, можете сколько угодно рассказывать друг другу. Но правда-то простая, от нее никуда не деться. Это армянские кресты, это армянские надгробия, это армянские храмы. В этом нет ничего хорошего, ничего плохого. Это история. Это просто история. И когда Советский Союз распался из-за безумства ряда людей, которые, на мой взгляд, являются государственными преступниками, вот они взяли и его распустили. Они не решили эти вопросы. Чисто юридически. Например, а автономные области имеют право выхода? Но вот больше нет в Советском Союзе. Окей, понятно. А что мы будем делать с теми территориями, которые были переданы? У них есть право определиться, или это право только у республик? Это же не прописали. А советское законодательство пользоваться уже бессмысленно. И чего делать дальше будем? Дальше мы делать будем что? Мы юридически этот вопрос будем решать как? Скажем, нет, весь мир признает, что это. Ну хорошо. Весь мир признает. Отличная формулировка. А весь мир признает на какой момент? На какой год? Кого признает весь мир? А вот весь мир Крым почти не признает. Крым отдать? А с Донбассом как быть бросит? Не, ну просто, чтобы я понял. А Приднестровьем? А соседи и Абхазии? Весь мир? Это кто? Когда всему миру надо, они язык засовывают себе в задницу и смотрят, как американцы утюжат Ирак. Как американцы для того, чтобы отомстить за башни-близнецы, взорванные пилотами, большинство которых саудиты, они уничтожают Афганистан. Афганистан. Логика? Нахрен логику, ее нет. И все так аккуратненько язык засовывают себе в одно место и говорят, не, ну что, весь мир. Какой весь мир? Когда всему миру надо расхреначить полностью Югославию, разорвать на куски, разрезать во многом на не очень способные к легкому выживанию в условиях реального разделения труда фрагменты, населенные очень небольшим количеством людей. Все говорят, нет, ну это нормально, у них есть право на самоапреле. Как только, говоришь, а вот эти говорят, не, не, не. Как только те говорят, что Германия имеет право на объединение народа, западная Германия, поэтому берет и поглощает ГДР, без всякого даже близкого референдума, все говорят, Заргут, я! Фронтшафт! Дольчленд, Дольчленд! Объединение немецкого народа. А самый разделенный народ русский, что с ним делать будем? Как будем с русским народом? А если быть точным, это не просто русский народ. На немецком языке народ. О, на немецком языке, видите, у меня часы аж в ужасе переводят. Это ж не просто народ! Русский! Это советский народ! Он сейчас самый разделенный! Советские люди! Потому что... А вот Юси Виссарионович Сталин, он кто? Грузин? Русской национальности? Он советский человек был! И сколько у нас таких? Чистотой крови может похвастаться только макак и резус! У всех остальных коктейль будь здоров! Но они советские люди! А их взяли и разрезали по-живому, разделили, разорвали! И теперь говорят, не, не, ну все нормально, так надо, это хорошо! И тут появляется Эрдоган, который говорит, ой, сейчас мы вам все будем решать, сейчас! Сейчас мы придем и мы решим! Это он армянам сейчас решит? Это он решит армянам как? Как он решил со Святой Софией? Что хорошего привнес Эрдоган в христианство? Что, своего капитана турецкой армии? Вот этого полубеса, который томасами торгует налево и направо, притворяясь константинопольским патриархом? Извините, это мое личное мнение, частная точка зрения. Вот этого, что ли? Притом мы хорошо понимаем, это же была спецоперация американцев, плюс турки. Турки-то что там сделали? Это что, у кого-то вопрос, что ли, есть? Туркам было надо, чтобы Украина выдала ряд людей, которые относились к сетке Гюлена. За это они получили томас. Да что, им сложно этому капитану сказать, а ну быстро сделай? Да он в Турции шаги сделать не может. Об этом Семен Аркадьевич много раз рассказывал.